Люди всегда стремились к красоте и совершенству. Каждому хочется быть особенным, привлекательным, не таким, как все. Расставить акценты, дополнить образ, привлечь внимание помогают нам аксессуары. Эти маленькие, но незаменимые безделушки имеют свою уникальную историю создания, прошли огромный путь к современной форме. Всем привет, с вами Юля, создатель бренда Julia F. И сегодня вас ждет 5 увлекательных историй о создании аксессуаров, которые всем нам хорошо известны. Каждый день, пользуясь той или иной вещью, мы к ней привыкаем и, как следствие, перестаем задумываться о том, как она появилась на свет. А порой знать это очень даже интересно. Серьги встречаются практически во всех раскопках, независимо от времени и места. Изначально это украшение было мужским и имело свое сакральное значение у каждого народа. Серьга в ухе египтянина демонстрировала его принадлежность к высшему обществу. В Древнем Риме, наоборот, серьги носили рабы. А в Древней Греции – люди, которые зарабатывали на жизнь. В Европе серьги прошли тернистый путь к признанию и постепенно все же превратились из мужского украшения в женское. По многих странах, в том числе и на Руси, вид серег демонстрировал социальный статус их владельца. Потому какие на человеке серьги, из чего они сделаны, можно было безошибочно определить его достаток и положение в обществе. Сегодня ремень доступен каждому человеку. Но в III веке до н.э. этот аксессуар принадлежал исключительно фараонам в Древнем Египте и приближенным к ним лицам. Создателями первых современных ремней считают персов. Они были кочевым народом и использовали ремни для удобства. При езде на лошади ремень выполнял функцию сохранения тепла тела, позволяя одежде плотно прилегать к коже. Люди эпохи Средневековья активно пользовались полезным изобретением персов. Пояса стали узкими и простыми, их носили на бедрах, прикрепляя к поясу мешочки для денег, обереги, кулоны и оружие. Со временем популярность ремней прошла. Интерес к ремням вернулся лишь в 20-м столетии в связи с военными событиями в мире. После окончания войн англичане сделали этот предмет гардероба обязательным для делового и элегантного человека. Трудно представить вечерний наряд современной девушки без клача, разновидности маленькой женской сумочки. История этого аксессуара началась в 16 веке с появлением кошельков, которые изначально использовались для хранения денег. Со временем кошельки увеличивались в размерах, а дамы начали носить в них не только деньги, но и украшения, зеркальца, любовные письма и даже личные дневники. К концу 16 века кошельки начали украшать драгоценными камнями и золотым тиснением. В моду вошли сумки-кошельки под названием «ридикюль». В Англии такие сумки называли по-другому «клач». В переводе «схватить». К концу 19 века клачи приобрели современный вид. Они имели продолговатую форму и специальный ремешок, за который аксессуар вешали на запястье. В начале 20 века про клачи стали забывать. К этому привела неблагоприятная политическая обстановка в мире. Через некоторое время аксессуар вновь стал востребованным благодаря известным дизайнерам Coco Chanel и Кристиану Диору. Модница Coco не выходила из дома без маленькой сумочки в руке, а многие женщины стремились быть похожими на нее. Сегодня веер – это модный аксессуар для фотосессий, дефиле и исторических театральных постановок, но в средневековье девушки использовали его для праздничных выходов и изучали язык веера. Веер пришел в Европу с востока по торговым путям и надолго стал незаменимым элементом дамского туалета 16-17 века. Аксессуары изготавливали из разных материалов – кожи, шелка, перламутровых пластин, плотные бумаги с росписью с кружевом и страусных перьев. Цвет веера имел огромное значение и многое говорил про его владелицу. Обладательницы черных вееров пребывали в печали, красных испытывали радость, а коричневых были счастливы. Часто с помощью вееров девушки передавали тайные послания, которые предназначались определенному мужчине. Модницы средневековья также прикрепляли на вееры зеркала маленького размера. Они давали возможность наблюдать за мужчиной и привлечь его внимание, послав солнечный зайчик. В 19 веке язык веера перестал быть актуальным, хотя сам аксессуар еще долгое время оставался в моде. В этот период меняется дизайн веера. Его украшали растительно-орнаментальным рисунком или элементами фауны. Затем популярными стали античные мотивы. В некоторых провинциях Китая веер до сих пор используется для передачи информации. Идущий навстречу держит аксессуар перед собой с начертанными на нем иероглифами, так что оппонент с легкостью может прочитать написанное. История перчаток началась еще до нашей эры. В то время они выполняли исключительно защитную функцию. В Древнем Риме перчатки носили, чтобы уберечь руки от горячей воды и пищи. В период Средневековья аксессуар получил эстетическое предназначение. Их украшали жемчугом, драгоценными камнями, золотом, серебром. Из полезной вещи перчатки превратились в статусное модное дополнение, которое носили монархи. В 14 веке перчатки удлиняются до локтя. Законодательницей нововведения называют английскую королеву Елизавету I. Мужские перчатки утратили популярность. Их использовали только французские мушкетеры в своем снаряжении. Со временем интерес мужчин к перчаткам пробудил Наполеон Бонапарт, который долгое время коллекционировал такие аксессуары. В 19 веке мужские перчатки приобрели аскетичность и строгость, абсолютно лишившись любых изысков. Женские перчатки также видоизменились. Мода приобрела нотки экстравагантности, а главным трендом стали перчатки без пальцев. До 30-х годов 20-го столетия женские перчатки стали обязательной частью образа истинной леди. Но в 1968 году перчатки признали символом позерства, ханджинства и лицемерия. Несмотря на это, аксессуар вновь вернулся в моду, чтобы защищать от непогоды, украшать и радовать многообразием. Вот такие вот удивительные истории у, казалось бы, обыденных вещей. Напишите в комментариях, знали ли вы об этих фактах или слышали о них впервые. Уверена, многие зрители нашли для себя что-то новое. На этом я с вами прощаюсь. Всем прекрасного настроения и пока-пока.